Всем привет! Вы на канале Ютубер. Сегодня мы приготовили для вас выпуск, связанный с горячими и резонансными происшествиями, которые произошли с блогерами за последние дни. Итак, сегодня в выпуске стримерша Карина лишилась своего главного достояния в интернете, это канал на Твиче. А ролик, в котором девушка рассказала о произошедшем, сразу возглавил топы Ютуба по просмотрам. Что же именно девушка почувствовала в этот момент? Смотрите далее. Также в этом выпуске о появлении онлайн-телевидения и новой функции на Ютубе. Но и это еще не все. Фейсбук объявил войну снэпчат, Саша Спилберг снимает видео на английском, а Ивангай, который недавно стал номером один на русском Ютубе, вместе с Катей Клэп покоряет Нью-Йорк. Ну а если вы хотите, чтобы Ивангай стал номером один в мире, поставьте лайк под этим видео. Погнали! Для фанатов одной из самых эксцентричных стримерш на Твиче, Карины Сычевой, более известной как стримерша Карина, эта неделя заканчивается грустными новостями. Дело в том, что ее Твич-канал был заблокирован, и об этом она сообщила со слезами и истерикой в одном из своих видео на Ютубе. Ребята, это, это, ребята, это фи***ц! Вы видели? Просто, меня просто до сих пор трясет, меня до сих пор трясет! Я пришла, меня просто трясет, господи! Эмоции у девушки настолько сильно зашкаливали, что в интернете даже уже стали подозревать, что это была не она, а переодетый Ферамир. Кстати, сам ролик за первые сутки собрал более миллиона просмотров. Ходят слухи, что очень скоро она заведет свой новый Твич-канал, но это только лишь слухи, а вот подтвержденную информацию можно будет узнать через несколько дней на нашем канале, ведь мы уже готовим спецвыпуск вместе с ее интервью. Ютуб собирается запустить собственное онлайн-телевидение. Уже в 2017 году планируется старт проекта Unplugged, который позволит подписчикам смотреть любимые телевизионные каналы в режиме онлайн. По некоторым данным, руководители Ютуб даже предлагали сотрудничество таким крупным медиакомпаниям, как NBC Universal, Viacom, 21-е столетие Fox, а также CBS. Но пока о заключении договоров нет никакой информации. Если вы не готовы выкладывать деньги за просмотры любимых блогеров, пишите в комментариях хэштег YouTube на халяву. А вот и еще одно нововведение от Ютуба, ведь он не только помогает зрителям развлечься, а блогерам показать себя. Ютуб создает отличные условия для рекламодателей, и сейчас он расширил возможности инструмента Prefiot, предназначенного для покупки рекламы в видео. Теперь появилось дополнение Breakout Videos, благодаря которому компании смогут покупать время в быстро набирающих популярность роликах. А в чем же прелесть этого нововведения? Да в том, что теперь любой желающий сможет купить время для рекламы в любом ролике, например, у PewDiePie или у другого топового блогера, и при этом ему не нужно будет отслеживать количество просмотров под данным видео. Пока YouTube создает благоприятные условия для рекламодателей, Instagram ущемляет пользователей. На этой неделе была удалена публикация Яна Гордиенко. Не секрет, что сейчас идет война между приложением Snapchat и компанией Facebook, которой и принадлежит Instagram. Facebook начал активно убирать конкурентов, которые уводят у него молодую аудиторию, и начал удалять фотографии блогеров, которые используют фильтры Snapchat. Напомню, что Snapchat больше похож на хронику вашего дня снимками, которые удаляются через 24 часа. Сейчас сервис исчезающих фотографий в Америке практически заменил подросткам Facebook. Интересно, какая же тогда война ждет их с YouTube за видеоплатформу? Запасаемся попкорном, будет интересно. А пока Facebook воюет, Юрий Янев разбирает YouTube на части. На канале Сливки Шоу вышел ролик, который посвящен наградам от видеохостинга. Выпуск настолько увлекательный, что за сутки набрал полтора миллиона просмотров, 150 тысяч лайков и всего лишь один из тысячи зрителей ставил палец вниз. И мы решили поинтересоваться, а что же он будет делать с наградой за 10 миллионов подписчиков? Если получим бриллиантовую кнопку, то, возможно, проверим ее на прочность, ведь алмаз один из самых твердых материалов в мире. Саша Спилберг покоряет англоязычный YouTube и уже не просто перезаливает ролики на английском языке, а снимает специальные видео для нового канала. Совсем недавно блогер опубликовала сразу несколько видео на английском языке, среди которых были и коллаборации с блогерами из США. И после того, как у нее стали появляться зрители из-за океана, а за две недели количество подписчиков увеличилось ровно в два раза, Саше понадобилось красиво о себе заявить для них. Это она и сделала, выпустив ролик «Вопрос-ответ» на английском языке. А теперь самое крутое событие, которое произошло на этой неделе. Как Ивангай и Катя Клэп тусовались на саммите YouTube вместе с такими блогерами, как PewDiePie, Markiplier, ElRubius и другими. Подробно можно посмотреть наш сюжет, перейдя по ссылке в описании. А сейчас хотелось бы добавить сюрприз, которым порадовал Иван Рудской Марьяну Рожкову. Одним из любимейших блогеров Марьяны является Ева Гутовский. И Ваня, пользуясь случаем на саммите, попросил Еву передать привет девушке. На что Ева не смогла ему отказать. Ну что ж, надеемся, что в скором будущем уже зарубежные блогеры будут просить автографы и видеоприветы от наших блогеров. Кстати, хотел поделиться с вами новостью о том, что после нашего последнего выпуска о Феромире, где мы рассказываем о том, что он кинул начинающего летсплеера на 20 тысяч рублей, канал ютубер хотели забанить. Нас это, конечно, задело, но мы обладаем кучей компромата на Феромира и уже упаковываем его в наш новый выпуск. Оказывается, там есть еще очень много пострадавших и сумма, на которую кинул Феромир летсплееров, исчисляется в сотнях тысяч рублей. Так что очень скоро на нашем канале новое разоблачение Феромира. Ребята, конечно же, хотелось поблагодарить вас за поддержку, за комментарии, за лайки и за то, что вы вдохновляете нас работать еще больше. Как видите, наши новости не всем нравятся, ведь мы говорим всегда только правду. Ну что ж, мы продолжаем следить за новостями и готовим для вас супер интересное видео. Вам же нужно всего лишь подписаться на наш канал, чтобы не пропускать их. И, по традиции, ваши самые крутые комментарии попадают в финалочку ютубера. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok